Ким Чин Ын всё-таки готов договариваться с американцами. Риторику опять смягчил, свою делегацию на переговоры с южанами отправил. В Нью-Йорке высокопоставленного северокорейского чиновника принимал и госсекретарь США Майк Помпео. А ещё хозяин Северной Кореи написал письмо Дональду Трампу и явно в ответ на недавнее послание от американского президента. Что сказано в этом документе и ждать ли всё-таки исторической встречи между Кимом и Трампом, выяснял Дмитрий Анопченко. Возможно, именно сегодня мы получим все ответы, заволновалась пресса. Ведь в пятницу делегация из КНДР пообещала привезти в Вашингтон личное послание Дональду Трампу от Ким Чин Ына. Его содержание для чиновников американской администрации и даже для всезнающей разведки было тайной. Команда советников подготовила для Трампа несколько вариантов заявлений, в зависимости от того, что именно написал северокорейский диктатор. Просит всё же провести саммит в Сингапуре или сообщит, что передумал и ехать не собирается. Как примут высокопоставленных курьеров из Пхеяна? С распростёртыми объятиями или подчёркнуто холодно? Чтобы понять это, все ждали расписания Трампа на сегодняшний день. Журналисты, освещающие работу президента, и я в том числе, получаем её каждый вечер из Белого дома. Так вот, посмотрите. В пятничном графике Дональда Трампа встреча с посланниками Кима не запланирована. Тут есть и церемония в штаб-квартире береговой охраны. Вот она утром и встреча с Майком Помпео, и вылет главы государства в резиденцию в Кэмп Дэвиде. Но для корейца времени не нашли, как бы намекая. Оставляете письмо? Почитаем. В то, что КНДР в итоге пойдёт на уступки и согласится избавиться от ядерного оружия, в Вашингтоне по-прежнему верят. По крайней мере, об этом сказал журналистам госсекретарь США. Похоже, Помпео и Трамп в этой игре разделили роли. Президент злой полицейский, тон его заявлений жёсткий, а вот глава госдепа наоборот. В каждой речи выражает надежду на мудрость Кима и говорит о единственной в мире возможности изменить курс. Сработает ли эта тактика? Удастся ли провести сингапурский саммит или всё-таки он сорвётся? Рассуждая об этом, все забывают, что может быть и третий вариант. Переговоры пройдут, но безрезультатно. Страховку на этот случай уже прорабатывают, что называется, готовят почву. Дональд Трамп недавно бросил журналистам фразу, мол, не факт, что мы всё успеем, за одну встречу. И тут же, отходя от написанного спичрайтерами текста, бросил в сердцах, ну а может и ни одной не будет. От этой неопределённости и страна устала, и президент устал. Встречу с Кимом так долго превозносили, как чуть ли не единственный способ решить корейскую проблему, что Трамп сейчас и сам в плену завышенных ожиданий. По неофициальной информации из Белого дома, его советники предлагают не растягивать удовольствие, организовывая раунд за раундом, а вообще не ехать, если будут хоть малейшие сомнения, что встреча может оказаться провальной. Отмена хоть и ударит по рейтингу, но затягивание, а ещё хуже того, провал, разрушили бы и авторитет Трампа внутри страны, и репутацию суперпереговорщика за её пределами. Так что всё, конечно, очень хрупко, всё может поменяться. Но на данный момент план таков. Президент вылетит в Канаду на саммит Большой Семёрки, и там уже окончательно определится. А вот каков дальнейший маршрут борта номер один? В Сингапур или всё-таки обратно, в Вашингтон? Из Соединённых Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...